Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем чтение первого послания апостола Петра. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня перед нами третья глава. Текст главы начинается с фрагмента, всецело посвященного вопросам христианского брака. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Эти стихи укоренены в предыдущей главе, дающей верную перспективу в понимании христианского брачного союза как такового. Казалось бы, жены, повинуйтесь мужьям. Не новая идея как для Римской империи, так и для Ближнего Востока. До сих пор мы воспринимаем брак в ближневосточных культурах как абсолютно патриархальную модель, где глава семьи доминирует над домочадцами. Об этом ли говорит апостол Петр и шире Новый Завет? Ответ ожидает нас в последних стихах второй главы послания, где Петр говорит, почему человечество должно прийти к Иисусу. Потому что он жизнь положил для того, чтобы все могли иметь жизнь с избытком. Поэтому он и назван пастырем и блюстителем душ, так как прошел долиной смертной тени и знает через нее дорогу к жизни в свете незаходимого дня. Именно на эту параллель указывает апостол Петр, говоря о браке. Так же и вы, жены, то есть как христиане повинуются Христу не из страха перед его всесилием, а из любви к нему, так и жены повинуются мужьям из любви. О том же скажет и Павел в своем знаменитом отрывке послания к Эфесианам, читаемом на Таинстве Венчания. Важная деталь. Апостол говорит не только о христианских браках, но и о союзах, где христианка находится замужем за язычником, а применительно к нашей ситуации, например, за агностиком или атеистом. И апостол, одной своей проповедью обратившей около трех тысяч человек, рекомендует в данном случае не путь словесного научения, а путь деятельного христианства. Увы, как часто в семьях, где один из домашних уверовал, а остальные нет, забывается пресловие «Если в доме появляется праведник, все остальные становятся мучениками». Тут же новопросвещенный христианин начинает делиться не столько, например, пасхальной радостью, сколько своим видением всех неправд и всех несоответствий жизни своих неверующих ближних относительно евангельского идеала. Они, то есть ближние, тут же узнают, что смеяться, краситься, носить яркую одежду, читать художественную литературу, смотреть фильмы, «Грех». Может быть и более радикальный вариант. Например, что иметь документы, собственное мнение или оплачиваемую работу не при храме или монастыре – абсолютное зло. Поэтому, в общем-то, и неудивительно, что по прошествии немногого времени отношения в семье накаляются до предела. А от самого имени Христа и слов о церкви в глазах домашних видно либо раздражение, либо вселенская скорбь. К чему может это в итоге привести, та подобная катехизация, нет смысла и говорить. Петр озвучивает тривиальную, в общем-то, мысль, впоследствии сформулированную отцом Павлом Флоренским. Православие не доказуется, а показуется. То есть вера любви должна иметь и дела любви. Тогда-то и возможно уверение и на верующих, или вовсе не верующих близких. Покажу веру мою, отдел моих, скажет Иаков. Эту же мысль и прилагает апостол Петр к браку. Пусть возлюбленный увидит, что вера супруги лишь сближает их друг с другом, что жена меняется и обновляется все более и более, становясь цельным человеком. Тогда он сам задастся вопросом, что мне делать, чтобы стать хотя бы таким же, как она. А позже и вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. На примере внешнего вида женщины апостол озвучивает одну из великолепнейших максимум Нового Завета о том, каким может вызреть человек в Боге. Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом, говорит Петр. Заметим, что на месте плетения волос, золота и одессы могут быть статусы, лайки, лакшери-форматы жизни и все то, что затмевает перед человеком, его реальное содержание. Все то, что не дает не то, чтобы получить ответы, а даже поставить к своей жизни и к Богу хоть какие-то вопросы. Это сказано не к тому, что все внешнее для человека зло, а лишь к общей библейской уверенности, что ничто не должно в конечном итоге обладать человеком. Святитель Амбросий Медиаланский был чрезвычайно впечатлен этим высказыванием Петра и отдельно отметил, что человек-сердце более нигде не встречается в Библии. Кротость и молчание упомянуты здесь апостолом не только как самостоятельные добродетели, но и как определенные маркеры присутствия чего-то большего, а именно внутренней целостности человека, праведность которого не требует экстраполирования, ее излития на окружающих. Очень интересный ветхозаветный пример приводит Петр к словам и о послушании в браке. Сару. Интересный потому, что из множества женщин Библии она одна из самых ярких и самостоятельных фигур. Причем не во внешнем делании, как, например, Иудифис, Фири или Двора, а именно в супружестве. Начнем хотя бы с того, что она единственная женщина, у которой наравне с остальными патриархами указаны годы жизни. Ну а, например, согласно самому тексту книги Бытия, она имела вполне системное влияние на мужа, то склонив его к отношениям с Агарию, то через какое-то время самовластно не признав и не приняв рожденного в этих отношениях ребенка, а впоследствии изгнав и приплод, и соперницу из мужнего стана. Большую самовластность проявит, пожалуй, лишь Ревекка, но и то в период увядания своего супруга. Однако же Сара послушна Аврааму в рамках социальных границ и никогда ни словом, ни делом не переступала их в общественном пространстве, о чем апостол и говорит, упоминая, что она называла своего мужа господином. И как верующие вообще регулярно называются в писании чадами Авраама, так и здесь благочестивые христианки получают наименование дочерей Сара. Относительно же мужчин Петр настаивает на необходимости взвешенного и уважительного отношения к супруге, как в физическом смысле, называя ее немощнейшим сосудом, так и в духовном, так как по духу женщина такой же наследник Царствия Божия, как и мужчина, ни в чем не ущемленный и не униженный Богом. В христианском бытовом богословии именование женщины немощнейшим сосудом часто получает негативный смысл, нагружая дочерей Евы немощами как в интеллектуальном, так и в духовном смысле. То есть мы приходим часто к такой развязке практически любой ситуации. Да, цитата. Она же женщина, что с нее взять? Вот реакция мужчины на практически любую конфликтную ситуацию или недопонимание. При этом в большинстве случаев святоотеческая позиция совершенно иная. У святителя Иллария Арльского мы читаем, как с немощнейшим сосудом, потому что слабое тело женщины не способно сопротивляться сильному мужу. То есть немощь измеряется всего лишь как чисто физическая категория, без параллелей и переносов в сферу духовного устроения дочерей Сары. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что отчим Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лица Господня против делающих зло, чтобы истребить их с земли. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы то, чем засловят вас как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе жительство во Христе. Ибо если и угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Стихи с 8 по 12 могут быть рассмотрены как части двух собраний наставлений. Либо они завершают наставление христианским супругам, либо же знаменуют собой завершение всего второго блока, в котором Петр говорит о жизни христианина в современном ему социуме. Все зависит от того, к чему мы отнесем начало 8 стиха. «Наконец, будьте все» – все либо мужья и жены, либо же христиане, упомянутые как возлюбленные в 2 главе 11 стихе. В любом случае, преподаваемые здесь наставления универсальны. И во многом то, как должна строиться малая церковь-семья, может быть соотнесено с тем, как воздвигается церковь как тело Христова в мире. Среди моральных универсалей, общих для новозаветных текстов, обращает на себя внимание проводимая апостолом взаимосвязь. «Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Само повеление находится в контексте слов Христа, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Запрет Спасителя на умножение зла в мире – это один из самых тяжелых к осуществлению, но на самом деле один из абсолютно линейных, так как прямое и однозначное повеление Бога, в котором нет никакой тьмы. Тот же Иисус призывает своих учеников и последователей – «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Он проливает дождь свой на праведников и на грешников. И христианин должен умножать добро, не культивируя его на огороженных делянках в своей душе или в своей общине, но износя его часто туда, где господствует злой грех. Именно в этой технике работает сеятель из притча Христа – широко сеет, понимая, что многие семена могут никогда не взойти. Преподобный Беда-Достопочтенный замечает на этот счет. Наша благожелательность, благодаря которой мы желаем добра своим гонителям, должна получить вечную награду. Если же гонители покаются, мы за их спасение, о котором мы молили, получим от Господа венец подлинного сорадования. В контексте этих слов и нужно воспринимать странную логику, иногда проявляющую себя в православной среде. Речь идет о рекомендации не молиться за литургии, не поминать за проскомидии, не ставить свечи, а иногда и вовсе не молиться за малоцерковных или вовсе неверующих людей. От этого якобы возрастают искушения, ты не угодно Богу и так далее. Из слов первого Верховного Апостола мы слышим, что дело христианина, благословляя и молясь, разливать в мире свет Божие присутствие. Это его нормальное и естественное состояние. Очень интересен и 15 стих, дающий конкретные указания к ежедневной проповеди. В начале главы Петр замечал, что проповедь верующего супруга к неверующему есть прежде всего проповедь делом. Здесь же он напоминает, что есть случаи, когда и слово спасения не должно быть утаено от ушей других людей. Самый простой такой случай – это вопрос, заданный христианину. Если нас спросили о нашей вере, удобно это для нас или нет, повлечет ли это уважение или бесчестие, может быть, даже принесет нам притеснение и гонение, мы должны дать ясный ответ о нашем уповании, то есть о нашей надежде, скрытой со Христом в Боге. А суть нашей надежды проста. Как Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых, так и нас воскресит в последний день. Слова 16 стиха о доброй совести необходимо рассмотреть в контексте неприятия христианства эллинистическим миром, видящим в последователях Иисуса опасную политическую группу, чурающуюся императора и провозглашающую господство и царство некоего иудейского проповедника. А также еще это группа опасных атеистов, не чтущих отеческих богов и практикующих дикие вещи, а именно ночные собрания, часто на катакомбах, то есть в кладбищах, совместные собрания для мужчин и женщин, на которых, если не врут самые мрачные слухи, едят чье-то тело и пьют чью-то кровь. Можно представить себе образный ряд, возникающий в главе римского обывателя при слове «христианин». Поэтому неудивительно, что первые века были временем ожесточенных гонений. Ситуацию прекрасно описывает Тертулиан. «Когда случится землетрясение, голод, моровая язва, каждый тотчас кричит «христиан на растерзание льва». Об этой ситуации и говорит апостол, распространяя свой совет христианским женам язычников на всю церковь перед лицом языческой империи. Добрая совесть, то есть поведение, отличающее христианина от язычника, безукоризненная жизнь, которой захотят подражать, вот она способна победить порицающую жизнь во Христе. Пройдет чуть более двух веков, и добрая совесть христиан победит многовековое язычество средиземноморских народов, а после и многих народов мира. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал, некогда непокорным, ожидающему их Божие долготерпение, водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Свои поучения о доброй жизни апостол завершает примером Христа, так же, как и в рамках второй главы послания. Особенно интересны 19 и 20 стихи, в которых говорится о сошествии Христа в ад. Евангелия говорят о смерти Иисуса на кресте в пасхальную пятницу и о воскресении Его в утро, следующее за пасхальной субботой. О том, что происходило с Христом в момент, когда Он умер, и до момента Его воскресения, евангелисты молчат. Именно апостольская проповедь, начиная с проповеди Петра, приводимой Лукою в Деяниях во второй главе, а также в четвертой, к примеру, главе первого послания Петра, а также Павел в Эфесинах, ясно свидетельствует, что в день, который церковь ежегодно вспоминает, как Великую Субботу, субботствует лишь тело Христового гробя. Душа же Его, сойдя в ад, деятельно освобождает узников, определяемых Петром, как находящиеся в темнице духи, то есть души умерших от века. Им проповедовал Христос спасение и даровал Его. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, ни плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы. Эти слова, а именно 21 стих, это очень важное апостольское свидетельство о крещении, как о великом и спасительном таинстве. В современных апостолу Петру и его читателям, как древним, так и нынешним ритуалах иудаизма, существовал и существует обряд погружения в воду. Это была чистая стоячая вода Миквы, от слова на иврите «миква» — скопление. Это специальный бассейн, устраиваемый часто при синагогах. В Микве совершалось, в общем-то, именно плоской нечистоты омытия, тоже, конечно, не купание или не помывка в прямом смысле этого слова, но важное ритуальное действие, которое обращенные за иудеев и могли неверно соотнести с крестьянским крещением, так как на тот момент еще не произошел разрыв церкви с синагогой. В Микве происходило очищение человека от ритуальной нечистоты, то есть того, что оскверняет, но не есть грех, то есть не имеет прямого морального измерения в категориях добра и зла, например, послеродовое очищение или окончание женского цикла, или, например, прикосновение человека к мертвому телу и так далее. Данная практика была переосмыслена уже иоанном крестителем, погружавшим не в стоячую воду, а в воду живую, то есть текущую воду Иордана. При этом погружение было уже не ритуальным очищением нечистоты тела, а нечистоты души, знаком освобождения от грехов. В христианском же крещении смыслы становятся еще более радикальными. Это рождение человека в новую жизнь, отвержение как груза греховного прошлого, так и обещание Богу доброй совести, то есть обещание вести новую жизнь уже в свете заповеди Христа. Но самое главное – это акт соумирания и совоскресения человека с Иисусом. Почему и происходит троекратное погружение в воду, означающее не только причастность крещаемого к жизни Триединого Божества, но и к трехдневному пребыванию Христа в чреве земли, во время которого рухнули темницы ада, а здесь в купеле лопаются цепи гнетущих человека грехов. Поэтому апостол Петр и упоминает крещение в контексте воспоминания о смерти и воскресении Христа, указывая, что через принятие крещения человек изменяет свою природу и становится общником победы Бога. Субтитры создавал DimaTorzok